Роберт, привет! Поздравляю с победой! Как тебе сегодняшний матч? Ну, матч сначала уже понравился, как ребята работали в защите и также в атаке. Ну и, ну, по-большому все шло так, как там и надо было. Ну, шли идти. Расскажи, почему вы оказались сегодня сильнее, чем ваши соперники? Ну, потому что следовали за планом тренера. Тренер все время, как бы, держал руку на пульс и смотрел, как мы работаем, что надо поменять в атаку или зашипы. И 98% послушались тренера и все получилось. Расскажи, почему не получилось в первой игре? Что случилось? Почему была такая неудачная защита? Ну, если честно говоря, тогда получилось так, что чуть-чуть там задержка на рубеже, там, с бумагами, там, пару недоразумений. Ну, все, потом получилось все как надо и чуть-чуть поздновато приехали. Ну, бывает, бывает, знаешь. Ну, и, ну, я думаю, что это один вариант, потому что почему, как бы, ребята еще так психологически не были, ну, готовы и еще такие только что приехали. И, ну, так, ну, бывает так. Бывает, в спорте бывает так. Роберт, скажи, тяжело вообще приезжать из Риги сюда в Минск, ночной переезд и потом сразу еще играть? Ну, ну, не первый раз так делали, ну, ехали сюда и бивали, и бивали даже потяжелее поездки в Европу где-то играли. Ну, в Минске это, по-моему, это уже такой-такой средний, средний вариант, ну, идет, идет, это работает, это мы уже проверили, проверили и идет, хорошо все по плану. Расскажи про вашу лигу в Риге, LBL, да? Да. Как, на сколько там команд, какой там уровень игроков? Так, сейчас поменялся чуть-чуть этот план, потому что раньше мы играли все эти, по-моему, там было 16 команд, по-моему, если есть, не хочу там наврать, но сейчас так 8 в одной группе играют и 8 в другой команде, 16 команд, по-моему. Ну, и уровень, уровень, уровень хороший, так, ну, и бывает, ну, такой, первые 10 команд, уровни почти похожие, и на, которые идут, ну, ниже, чем 10 место, там уже, они борются за солнце, ну, под землей, или как, как это называется в русском? Под землей. Большое спасибо, Роберт, удачи, команда, в следующих турах. Спасибо. Нормально. Привет, Макс, я руляюсь с победой. Как тебе сегодняшний матч? Очень тяжелый, учитывая то, что дорога у нас оказалась тяжелая, и, как бы, на фоне этого тяжело-то было играть. Ну, вкатились нормально, спокойно, размялись, все время хватило, хороший зал, хорошая атмосфера, нравится очень. Расскажи про сборную Беларуси, чем понравилось, чем не понравилось. Слушайте, поначалу было непонятно, они не смогли то ли разобрать, нашу зону, то ли еще что-то, но очень много проиграли в первой четверти. Ну, а потом потихоньку-потихоньку попадать начали. Еще с кольцами какая-то вопрос там, не знаю, ну, очень организованная. Не знаю, чего не хватило, честное слово. Скажу, у вас был провал после большого перерыва, за счет чего вы сумели вернуться в игру и в итоге выиграть? Наверное, за счет командной игры собрались, поговорили, поняли, что нужно играть больше командой, чем индивидуальной. И, как бы, на фоне этого начали попадать. Особых нету каких-то ингредиентов. Расскажи про вашу питерскую лигу, не по баскет, да, кажется, называется. Расскажи про нее, пару слов. Ну, мы играем в первой лиге, там пять лиг, очень обширная лига большая. Интересно тоже, конкурентная лига, хорошая конкуренция, много команд. А так, в принципе, интересно, все очень здорово организовано. Интересно вам играть. То есть вы приехали не сборной, а именно командой, да? Нет, мы приехали именно сборной. У нас не одна, это не команда, мы не тренируемся. Ну, некоторые игроки тренируются вместе, но вот вся команда ни разу вместе не тренировалась. То есть вы просто приехали и сыграли, мне кажется, у вас очень слаженное нападение было. Грубо говоря, да. Ну, мы разобрали какие-то взаимодействия и вот за счет их пытались играть. Большое спасибо, Максим, удачи команде в будущем. Спасибо большое. Дим, привет, спасибо за игру. Как тебе сегодняшний матч? Ну, вы видели, дебют у нас не получился, видели сами. Не знаю, может быть, потому что мы не сыграны или начало этого чемпионата международной лиги, но как-то все было скомканно. Считается, что наша площадка, мы хозяева, но у ребят с Питера летело, по-моему, все. Не знаю, какой процент, потом надо бы посередить статистики. У нас, наоборот, ничего не получалось практически. Результат на табло. Чего не хватало? Да сложно сказать, наверное, где-то не хватало и съема по большей части, попаданий не хватало точных, очень восков, там, молоко мимо, наверное, этого. Где-то сыгранность и недопонимание. Оцени, пожалуйста, сборную России, как тебе команда? Я не знаю, как бы, ну, с ребятами играю, наверное, второй год уже, но видно, не знаю, правда, или не команда, или нет, или не тоже, там, такая сборная. Да, но у них, видно, какая-то сыгранность. Они, как бы, четко чувствуют друг друга, знают, куда давать, грамотно очень играют. Мне понравилось. Раскрою секрет, они ни разу вместе не тренировались абсолютно. А, да, даже так. Ну, играют на чувствах, здорово. Как команда, вы говорили уже после поражения, что говорил Женя Куликов? Ну, вот, на самом деле, у нас сейчас будет собрание, все, узнаем, мне предстоит еще узнать. Большое спасибо, Дима, удачи, команда, в следующей игре. Андрей, привет, уважаю тебя с победой. Как сегодняшний матч? Спасибо, приветствую вас тоже. Матч довольно-таки легко сложился, вы же видели. У всех все получалось, хотя и кольца жесткие, но, тем не менее, все попадали, у всех все складывалось. В первую очередь, складывалось из-за того, что было все командной игрой. Все бежали, коллективно защищались, коллективно нападали. Настроение отлично. И вот в самом начале игры был у нас настрой, тренерские наставления. То есть все в это вслушались, и все получили именно тот заряд, который должен был преобладать на эту игру. Андрей, пожалуйста, расскажи про вашу команду соперников, которая с вами сегодня играла. Чем понравилось, чем запомнилось? Команда соперника меняется практически каждый год, поэтому вот и сложилось так, что мы в очередной раз у них выиграли. То есть у нас команда сложная, мы играем каждый год одной и той же командой. Команда соперника достаточно сильная в целом и индивидуально. А, скажем так, ее минусы это в том, что они очень сильные индивидуально. Поэтому так и сложилось. Мы играли, команда выиграли, они играли индивидуально, стягивали на себя, а у них не получалось. Андрей, ваша команда, ваш отстав один из самых стабильных в международной лиге. Вы постоянно переживаете одними и тем же ребятами. Почему так происходит? То есть вы играете в одной команде или почему? Расскажи. У нас помимо нашего чемпионата есть еще студенческий чемпионат и чемпионат ветеранов. То есть если вы заметили, в нашей команде есть ребята, которые достаточно преобладают наш возраст. Средние 30 лет. То есть им уже за 40, поэтому они тоже готовятся к чемпионату. Поэтому молодые ребята есть, которые у них набираются опыта и воспроизводят его в реале, в игре. И тот старый костяк, который у нас уже четвертый год, четвертый сезон, который мы вот наиграем комбинации. И за счет того, что сплоченность происходит в команде, нету разбалансированности. Поэтому идет такой прилив побед, сил и энергии. Андрей, расскажите еще про Лигу Монстров. Что это за лига, кто в ней играет, с каких городов, пару слов буквально. Лига Монстров это внутренний чемпионат. Города не участвуют, это все происходит на территории Киева. Составы команд достаточно серьезные. В них участвуют люди, как вы заметили и у нас. То есть бывшие игроки Суперлиги, игроки Высшей Лиги. Все достаточные профессионалы, все опытные люди. Грамотные, как тактически, так и физически. И с каждым годом он растет. То есть за счет этого есть стабильная конкуренция, которая дает нам возможность конкурировать там, для того, чтобы выигрывать здесь. Поэтому все, что происходит в Лиге Монстров, оно дает свой, как говорится, результат на площадке здесь. Большое спасибо, Андрей, и удачи команде в будущих играх. Всегда, спасибо. Меня тут Алексей. Все, будем. Семеральдис, добрый день, спасибо за игру. Как вам сегодняшний матч? Ну, как видели, никак. Просто вчера было очень... Ну, как-то трудно. Ну, приехали, как-то все нормально, но потом ребята хотели, ну, что выйти в город, посмотреть все другое. Просто уставшие сегодня вышли на площадку и там спали по два, по три часа только. Другого результата, как и не было бы, особенно против такой команды, как Украина. Расскажите, как раз, про команду Украины. Это команда, которая приезжает одним и тем же составом постоянно и постоянно выигрывает. Расскажите, вот, о чем эта команда запоминается? Запоминается, ну, чтобы у них состав, ну, этот, самые главные люди остаются они. Просто вот я видел, что есть пару новых игроков, два или три. Ну, у них, конечно, есть еще и потенциал. Они бывшие, я думаю, там играли в самой высшей лиге в Украине, а мы просто любители. Ну, это, конечно, мы тоже можем играть, когда у нас нормальный состав, тогда мы можем тоже что-то показать. Но на сегодняшний день Украина, я думаю, она подтвердила то, что в прошлом году заняла первое место в этом ЕБЛ. И я думаю, в этом году они тоже пойдут далеко и одни из главных, которые тоже могут победить первое место в выигре. Стараюсь. Сегодня еще у вас игра со сборной Вильнюса. Было ли это какое-то дерби? Не, мы с Вильнюсом не играем, мы играем с Латвией. Да-да, с Латвией мы играем. Я думаю, получше мы сыграем, потому что вот теперь только что с ребятами поговорил серьезно, что есть туристы, есть, которые хотят играть. И давайте, ребята, или играем, или вообще тогда пойдем на ставку. Стараюсь. Вы как один из организаторов этой лиги можете раскрыть секрет, а может быть, вы знаете, где уже пройдет финал в этом году? Ну, есть такие пару вариантов. Один вариант – это Турция, а другой вариант – это Словения, Порта-Рош, как в прошлом году. И я думаю, сегодня вечером мы прелиминально решим, где этот финал будем делать с другими руководителями команды. Большое спасибо, Смиралис. Удачи сегодня вам с Ригой. Спасибо. 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 Спасибо.